Привет, добро пожаловать на мой канал, я Марина. И в сегодняшнем видео я вам буду рассказывать и показывать свои фавориты года. 2015 год подходит к концу, и я бы хотела подвести свои бьюти итоги года. И надеюсь, что видео будет для вас интересным, может быть вы тоже себе присмотрите пару каких-нибудь прикольных штучек из моих фаворитов. Ну, во-первых, этот год для меня был годом чтения. Я, честно сказать, что я до этого на пару лет подзабросила чтение художественной литературы, потому что на меня навалилось столько много учебной литературы, что я практически не успевала читать ничего из художественной литературы. Но в этом году я наверстывала упущенное и как-то намного больше читала, чем раньше. И если вам интересно, то я буду чаще делиться с вами видео и показывать в своих видео те книги, которые я прочитала. Также для меня этот год стал годом артбуков, потому что я вспомнила наконец-то, что такое вести артбуки. И вообще в этом году я сделала то, о чём я мечтала давно. Я давно мечтала рисовать. Ну, просто для себя, понятно, что я не художник, я вообще рисую очень плохо. И я очень давно хотела писать артбуки, делать какие-то вот такие вот коллажики разные из журналов, просто приклеивать, выражать себя, выражать своё настроение просто, естественно, для себя. Я давно хотела этим заниматься, но я всегда откладывалась, всегда думала, что потом-потом, всегда думала, что я сделала поважнее. Но сейчас я поняла, что когда я буду этим заниматься, если не сейчас. И просто когда у меня приходило вдохновение, когда у меня было настроение, я садилась за свой артбук и заполняла его. Я вам давно уже обещала показать видео, сделать со своим артбуком, и я это обязательно сделаю. Так, давайте перейдём к косметике. Этот год для меня стал годом открытия косметики Faberlic. Ну, вообще, Faberlic такая немножко странная косметика для меня оказалась. Часть косметических продуктов мне показались настолько классные, что просто сравнятся с люксовыми продуктами. Например, вот такая помадка Faberlic, я её просто обожаю. Она такая кремовая. Ну, кремовые помады, они вообще сами по себе немножко странные и слишком мягкие. Ну, вот, наверное, это одна из лучших кремовых помад, которые у меня вообще были за всю мою жизнь, потому что до этого даже люксовая кремовая помада меня просто не устраивала. Она классная, яркая, хорошо питает губы, хорошо разглаживает все шелушинки на них. Даже не подчёркивает, а даже разглаживает. В общем, очень крутая помада. Но и многие другие средства, например, тональная крема, просто какие-то крема. Мне показались Faberlic просто супер, просто сравнимые с люксовыми продуктами. Но были и средства, которые мне были просто так себе. Например, некоторые гели для душа, некоторые шампуни. То есть мне казалось, что это должны были быть вау-средства, но они оказывались вполне так себе. За такую сумму они могли бы быть и получше. То есть, в принципе, мне марка понравилась. Я очень рада, что открыла для себя эту марку. Но вот как и в любой другой марке, надо в ней что-то искать, искать себе габариты. И, в принципе, мне пока что это делает интересно. Следующая марка, которую я для себя не то чтобы открыла, а возобновила покупки в этой марке, это марка Evoche. Я одно время обожала эту марку и в основном покупала только в ней. Но потом как-то ее подзабросила, сейчас я снова вернулась к этой марке Evoche. Вот мои два любимых геля для душа из этой марки. Это с кофе. И с кофе. И с какао. Они так пахнут, они офигенные. Офигенные. Я эти гели для душа покупала уже, не знаю, наверное, раз 10 раньше. Потом как-то, ну, так и вру подзабросила эту марку. И в этом году я их уже покупала несколько раз. Также вот такой вот шампунь. I love my planet. Покупала его уже 100 раз и буду покупать еще раз. Очень классный, очень мягкий шампунь. Ну, вообще, все шампуни в Evoche очень хорошие. Чем дороже шампунь в Evoche, тем он лучше. Потому что шампунь самый дешевый, но даже он и то хороший. То есть я рада, что я возобновила использованный татуэт марки. Следующее, чем я возобновила пользоваться в этом году и что стало моим фаворитом, это многие средства из фирмы Evo. Моя подруга зарегистрировала свой Evo в этом году, и чему я очень рада, потому что теперь я имею возможность у нее напрямую заказывать Evo с скидкой себе. В общем-то, я в этом году обожала вот эту вот серию Evo Natural's. Честно говоря, это у них самая дешевая серия, но для лица она мне вообще не подходит, потому что мне кажется, что они мне ужасно забивают поры, и поэтому я для лица там ничего себе не покупаю. Но вот для тела, вот эти вот наборчики гель для душа и крем для тела мне очень нравятся, что самое удивительное, крем для тела мне вообще не забивает поры, гель для душа не сушит. И вот эти вот средства имеют очень яркий аромат, и почему я их покупаю, покупаю, покупаю? Потому что они мне напоминают мою поездку в Турцию. Когда я поехала в Турцию первый раз, я купила себе вот такой вот наборчик Evo, он был именно с вишней. Сейчас вишней там уже в Катауле нет, его уже давно сняли с производства, но вот каждый раз, когда я покупаю себе вот эти вот средства, они мне напоминают лето, тепло, поездки, море, и поэтому я не могу остановиться, я просто вот эти вот серии, серию, хоть она и самая дешевая у них, но я ее все равно буду покупать. Следующее, что я покупаю уже второй раз, и чему я несказанно рада, что я открыла для себя такое крутое средство Evo, это маска для волос с маслом шины, превзойденное питание, офигенная вещь, за 250 рублей, я лучше маски еще не видела, у нее все крутое, начиная от запаха, это запах жары, и заканчивая ее консистенцией, такой кремовой, очень приятной, она распределяется отлично по волосам, их питает, они классно расчесываются, в общем, вообще супер-супер маска, всем советую. Следующее, что я для себя в этом году открыла, это вот такой крем от Планеты Органика, с маслом манго из Нигерии. Ну, мой муж из Нигерии, поэтому я его купила просто так наугад, просто 100 рублей, я его и взяла. Пришла домой и сказала, о, привет, у меня крем из Нигерии. Вот так. Но когда мы его попробовали, мы очень удивились, мы его сравнивали с кремом от L'Occitane, с таким жирным, с самым жирным кремом, с питательным. И он был один в один, то есть и по эффекту, и по консистенции, и даже по запаху он был практически один в один. Но от L'Occitane я увлажняющие крема не пробовала, только питательные. Вот питательные вообще один в один. В общем-то, очень понравился, 100 рублей, всего лишь на сущие копейки для такого офигенного крема. Всем советую. Вот. Следующее, что я обожала в этом году, это, я открыла для себя, кстати, вот такие вот резиночки Invisibals. Я покупаю оригинальные, и они мне очень нравятся. Одни действительно, они болит голова, и действительно, они снимаются одним движением, застревая у меня чуть-чуть только на самых кончиках, потому что мои кончики просто сломаны в хлам. У девочек, у которых волосы получше у меня, они вообще просто разом стаскиваются с головы. Это всё очень круто. Советую вам. Стоят они примерно 250 рублей за три оригинальных резиночки. Подделка у меня есть. Кстати, у меня вот до этого ещё были оригинальные резинки, вот такие же от Тони Молли. То есть, не подделка, а просто другая фирма, Тони Молли. По цене не дешевле, чем эти. Они были более толстые, мне тоже понравились, но они мне потерялись. Вот, купила просто ради интереса подделку за 30 рублей. Не нравится совсем, волосы тянет, вырывает очень много волос, какая-то она такая липковатая, сама у неё резина. В общем, просто у неё красивый цвет и прикольный внешний вид, и всё. Почему-то по качеству это совсем другая вещь. Вот. Следующее, что я опять же обожала в этом году, это вот такая вот расчесочка от Tangle Teezer. Опять же, оригинальная у меня, в принципе. Мне она понравилась тем, что она действительно очень легко с одного раза прочесывает даже самые запутанные волосы. девочкам, у которых волосы очень легко выдираются при расчесывании, это то, что нужно. Кстати, у меня волосы очень тонкие, я пользуюсь у девочки подделками, мне и подделки хорошо расчесывают. Но если у вас волосы толстые, густые, то подделки вам будут плохо расчесывать, потому что подделок будет просто гнуться, вот этот вот щетинки будет гнуться и будут просто пригибаться к голове, и всё, они не будут вам ничего прочесывать. Так что, в принципе, я бы хотела сейчас, почему-то мне хочется Tangle Teezer уже не розовый, а золотой, ну, мне кажется, этой глупости менять хорошую расческу, ну, не сломанную, абсолютно нормальную, и только из-за цвета. Поэтому, конечно же, я и пока буду пользоваться. Вот такая вот. Даже у неё коробочка качественная, коробка до сих пор не сломалась, хотя я её каждый день достаю из этой коробки, вкладываю снова в коробку, я её хожу почему-то только в этой коробке. Следующее, что я, опять же, обожала в этом году, это вот такой бальзамчик от EOS. Опять же, у меня оригинальный, я видела подделки на сайтах, но как-то я не захотела заказывать подделку, да и подумала, зачем. В принципе, я вообще не очень сильно люблю возиться с заказами, я покупала это всё у нас в городе, стоит, по-моему, рублей около 600. Этот бальзам вкусно пахнут, а ещё он мне заменяет... ой... а ещё он мне заменяет... все мои бальзамы заменил. То есть у меня до этого был бальзам питательный, обязательно был бальзам увлажняющий, обязательно был бальзам под помаду, который как бы бальзам образовывал прослойку между губами яркой помадой, чтобы пигмент помады не портил губы. И, например, питательный бальзам мне абсолютно не подходил под помаду. По помаду у меня должен был быть только защитный бальзам. И вот этот бальзам, он мне заменил абсолютно всё. На нём не плывёт помада, он отлично и питает губы, и увлажняет. И просто хороший бальзам. То есть, в принципе, восстановить губы я могу любым бальзамом, потому что у меня достаточно нормальная такая природа кожи губ, и она как-то благодарно реагирует на любой бальзам. Но, в принципе, вот этот бальзам, он просто удобнее, потому что он изоминал кучу-кучу других средств в моей косметичке. Вот так вот. Так что, в принципе, тоже вам всем могу посоветовать. Вот. Крутая вещь. Следующее, что у меня ещё появилось, это, что я обожала в этом году, такая помада как Bourjois, номер 07, Rouge Edition Velvet. Там ещё есть лаковая коллекция, она мне вообще не понравилась, никому не советую. А в Велеветовой коллекции мне понравился только вот один номер, 07. Это помада, которая идеально имитирует цвет здоровых ярких губ. И при этом она идеально матовая. Я матовую помаду давно хотела, я обожала матовую помаду ещё до трендов, эти матовые помады, но сколько бы я их ни тестировала, мне они ни в одной матке не шли. То они делают мои губы тонкими, то они делают моё лицо неживым, особенно если это сильно какие-то очень нюдовые помады, слишком бежевые. Но вот эта помада, она на мои губы легла просто идеально, она идеально подходит к моей коже, и в принципе она подходит к цвету типу большинства девушек в России. Эту помаду просто купила куча моих знакомых, как минимум уже человеку 10 она есть. Действительно очень удачный цвет, мне понравилось, и я бы вам могла бы её тоже посоветовать. Отличная вещь. Также этот год стал для меня годом органик косметики. Всю органик косметику я, конечно же, вам показывать не буду, просто для примера покажу вам баночку с кремом круглос от Mixit. Крутой, кстати, крем вокруг глаз. В принципе, видео про органик косметику у меня очень много, вы все можете посмотреть их на моём канале. Я почему-то считаю, что натуральная косметика, она как-то более полезна. Я продолжаю пользоваться и более химичной косметикой, но предпочтение стараюсь отдавать натуральной косметике. В общем-то, я не могу вам сказать, что я всё советую у Mixit, но вот крем для глаз мне очень понравился. В принципе, всё, что я пробовала из натуральной косметики, я большинство вам средств могла бы честно-честно посоветовать. Также этот год стал для меня годом L'Etoile косметики, косметики фирмы L'Etoile. Опять же, много показывать вам не буду. Ну вот, для примера покажу вам карандашик и блеск. То есть косметика хорошая, по качеству практически люксовая, но в то же время цена у неё не такая дорогущая, как у люкса. Ну и к тому же дизайн у неё очень приличный, стойкость у неё очень приличная. Постоянно обновляются коллекции, постоянно какие-то интересные вещички появляются. Меня это очень привлекает, мне нравится. Также покажу вам ещё один мой фаворит. Это такой блестящий-преплестящий блеск. Он называется Star Reflection Lip Gloss от какой-то неизвестной мне фирмы Изабель Дипонт. Мне его привезла подруга из Украины. Этот блеск представляет из себя просто набор серебристых блёсток. Я обожаю блёстки, девочки. Просто вы не представляете, насколько я обожаю блёстки. Я полюбила их ещё в детстве. У меня были целые банки с блёстками, геля такими с блёстками. Я им красила губы, глаза, мазала на волосы, на кожу. Сейчас, конечно же, я не могу себе позволить мазать на себя столько блёсток, но я всегда в макияже, либо в маникюре регулярно использую блёстки. У меня либо на ногтях блёстки, либо на губах блёстки. Всё равно где-то небольшое количество блёсток у меня есть. Я их просто обожаю. Мне кажется, что они мне идут. Мне кажется, что они делают мои губы более объёмные. Вот этот самый блестящий блеск, который у меня вообще когда-либо был, он просто из чистых блёсток. И я долгое время не знала, как им пользоваться, потому что когда я его ношу просто на губы, мне кажется, что губы аж серые от блёсток. И это не совсем красиво и, естественно, смотрится. И тогда я придумала носить его на бальзам и сверху раздавлять каким-то блеском. И смотрится отлично. В общем, я просто могу сказать, просто как и для примера, привожу этот блеск, просто могу вам сказать, что блёстки это просто мой фаворит, не знаю. И как-то я их любила всегда, вне трендов от них. Насколько я знаю, что блёстки сейчас не очень в тренде. Ну, лет года четыре назад они были не в тренде вообще почти. Это считалось как-то вообще странно краситься блёстками. Ну, если тебе, конечно, не 10 лет. Но я красилась всегда. В общем, ну, я считаю, что макияж, но всё-таки наше настроение. То есть, ну, не надо себе в чём-то отказывать. Ну, и последнее. Этот блог для меня стал годом открытия косметики Сефара. То есть, я ей пользовалась и раньше, но потом она как-то исчезла из наших магазинов. Я не успела её как следует попробовать. Косметика Сефара мне очень понравилась. Ну, вот для примера приведу вот такой наборчик. Мне её подарил мой муж. Отличные тени с отличной пигментацией, отличные блески, отличные румяна, всё ультрастойкое, вообще отличное, хорошо пигментированное. Клёво растушевывается, круто ложится. Простите меня за какие-то странные поражения, потому что я в предыдущем видео уже говорила, что я не спала практически нормально 2-3 суток из-за учёбы. У меня слишком много учёбы навалилось. Но всё-таки, несмотря на то, что косметика мне очень понравилась, я как-то сейчас немножко против того, чтобы пользоваться профессиональной и полупрофессиональной косметикой каждый день, потому что слишком сильная пигментация это всё-таки вредит всё нашей кожи. К тому же я читала во многих статьях то, что американские блогеры, которые вот с таким удовольствием показывают нам все эти Сефара, Мейкап Форевер, Бобби Браун, на себе Мак, они на самом деле всё это на себя накрасят и потом бегут смываться. То есть они покажут всё в видео и снимают. Они не ходят с этой косметикой каждый день, целый день, потому что это всё действительно очень вредно коже, это всё слишком стойкие пигменты, слишком тяжёлые пигменты для кожи, поэтому, в принципе, я, наверное, полупроф косметикой вот такой увлекаться больше не буду. Наверное, вот у таких марок, как Сефара, Мейкап Форевер, я больше, наверное, ничего не буду покупать особо-то. И, ну, пользоваться буду, конечно же, но время от времени. В принципе, я и так тенями не пользуюсь каждый день, поэтому пока что мне этого наборчика хватит на долго. В принципе, это были все мои фавориты этого года. Я надеюсь, что в следующем году всё будет ещё круче, ещё интереснее. Увидимся с вами обязательно в следующем году. И я вас всех люблю. Пока-пока!